Сегодня я встала очень поздно, и когда я проснулась, сейчас я это добавлю, и когда я проснулась, было очень много времени, и я пропустила время, когда мне нужно пить лекарство от аллергии, ну я его каждый день в одно время пью, когда встаю, ну либо типа где-то в час, в два дня, вот так вот, и желательно пить в одно и то же время, независимо от еды, так написано. Ну и вот, и получается я его поздно выпила, и когда я проснулась, я прям чувствовала аллергию. Сейчас, подождите. Коронавирус! Коронавирус! Так-то лучше. Ну и вот. И я очень долго отходила от этого состояния, потому что мне прям плохо было. Сейчас я хочу приготовить мясо. Вон оно лежит. Это говядина. Вчера загрузили посудомойку, хотя там всё равно какая-то посуда есть. Сейчас я её разберу, положу и начну приготовление. Единственное, что у нас есть из дезинфекторов, это вот такие антибактериальные салфетки, которые я нашла в магазине, потому что никакой дезинфекции больше, да, я её не нашла, две не спрашивала. К сожалению. Но моя подруга Маша, и в первую очередь, наверное, подруга Карины, вы все знаете Машу хребко, я уверена, она начала выпускать свои какие-то там дезинфекторы. И я ей вчера написала. Можно мне, пожалуйста? Вот, так что мы сегодня должны привезти. И будут у нас хоть какие-то дезинфекторы. Мне кажется, что это классная идея. Понятно, кто-то может подумать, что ой, на этом деньги зарабатывают. Ну, мне кажется, что это вполне себе нормально и правильно. Какая разница? Вы всё равно потратите деньги на какие-то другие дезинфекторы, которые найдёте. Хорошо, что они есть. Вот. Хорошо, что их выпускают. Я слышала, что многие блогеры, ну, не многие, но какие-то там, не знаю, правда, по имени кто, но услышала такую тему, что начинают делать свои маски, выпускать маски, тоже дезинфекторы, ещё что-то. Я думаю, что это норм. Единственное, что я не очень хорошо отношусь к маскам, которые, типа, как ткани были именно такие плотные, потому что мне кажется, что в них, наоборот, бактерии будут гуляться. Но я не специалист в этой области, поэтому фиг знать. Но дезинфекторы действительно нам нужны. Пока я красилась, разговаривала с дедушкой. Он сказал, что у них в Грузии объявили чрезвычайное положение. Ходит на беговой дорожке. Иногда выходит на улицу, там прогуляется. Но там, где дедушка живёт в Грузии, в Кабулете, это, типа, знаете, как дача. Там особо немного народу, и поэтому он так спокойно гуляет, ни к кому близкому подходит. Кстати, я рассказывала где-то то, что в Италии, ну, это я услышала от доктора Комаровского вроде бы. Вот, мне очень нравится смотреть его видео. Он очень классно всё доносит, объясняет, успокаивает. И он сказал, что в Италии всё это ещё так произошло, потому что они любят обниматься, целоваться. Типа, вы можете быть вообще незнакомы с человеком, познакомиться там пять минут назад, уже можете с ним обниматься, целоваться, потому что в Италии у них так, ну, принято. Все очень любят, любят, всё такое. И, ну, с одной стороны, это прикольно, но, наверное, не очень прикольно в таких ситуациях в таком положении, как у нас сейчас во всём мире. И к чему я вообще веду? В Грузии такая же фигня. Ну, типа, грузины тоже все постоянно целуются, обнимаются. У них это нормально, у них это принято. Там мужчины, кто, понятно, при встрече целуются, ну, то есть, типа, это, ну, как бы нормально. Ну, вообще, я считаю, что в этом ничего такого нет, когда близкие, не знаю, родственники, друзья, например, даже, которые давно не виделись, там, обняться, в щёчку, там, вот так вот, типа, поцеловаться. Ну, мне кажется, что это нормально, я имею в виду, что даже, когда это мужчины делают, это норм вообще. Вот, не вижу в этом ничего такого, но опять-таки. Я дедушке тоже говорю, там ты ни с кем не обнимайся, если что. Говорю, руки никому не жми. Килограмм 800, что ли. Мне сказали, что вот эти вот штучки, они очень вкусные, типа. Ну, я что-то не очень представляю, это чувак, у которого мясо покупала. У нас на районе есть такой маленький магазинчик, типа, как рынок такой, мини-рынок. Там обычно вообще почти нет людей, но там можно купить мясо хорошее, свежее. Думаю, может, кто-то держит это местечко, какие-то фермерские продукты, может, привозит. Овощи, фрукты хорошие тоже. Иногда туда захожу и что-то покупаю. Фу, вот эта вот штука мне вообще не нравится. Смотрите, что это? Уголоси. Вот, я вчера все-таки помыла полы, но не во всем доме, не во всем доме доубиралась. Безумно устала. Сегодня у меня болела пятка от усталости, не знаю. Что-то я так и не поняла, объясните мне. Говорят, что на YouTube и на Netflix очень большой трафик из-за того, что все по домам сидят. И хотят что-то там, как будто, что-то сделать. Я не поняла, что. Что в курсе объясните мне. Типа, видосы будут плохого качества или что, я не понимаю. Что это значит про трафик, объясните мне. Камеру я пока не заказала. Вот. Но думаю, что есть смысл этим заняться в ближайшее время. Конечно, повар я так себе, но я стараюсь. Хочу с луком пожарить, будет классно. Короче говоря, пришел Слава, сделал макароны. Мясо тоже у нас приготовилось. Что-то такое. Алло. Да, 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 да. Короче. Ой, камера садится. В общем, мясо готово, макарошки поджариваю. Сейчас сядем кушать. Откроем бутылочку. Вот так. Привет, ребята. Вчера Слава установил мне программу, через которую он создает музыку. И я где-то минут 30, ну, около того, сидела и создавала музыку. Сейчас я это включу Славе, и он оценит своим профессиональным взглядом, своим профессиональным ухом. Насколько круто у меня получилось. И вы, конечно, тоже услышите. И если напишите хороший комментарий, эти деньги я отправлю вам. Чем больше комментариев и лайков, тем больше денег я отправлю вам. Не верьте ей, не верьте ей. Да ладно, эти деньги у меня лежат на камеру новую. Это старая, которую я сломала, кто не помнит. О, ты готов? О, вы тоже видите, ребята, ребята. Только подожди, я сама хочу проконтролировать, что ты сейчас начнешь в середине слушать. Так не получится. Сегодня у меня хорошее, бодрющее настроение. Слава сходил за кофе. Он у нас герой. Я счастлива. У нас есть много кофейн рядом с домом, и есть те, в которые вообще люди не ходят, поэтому можно добежать, взять кофеечек. Надеюсь, что все будет в порядке. Так, причем у меня здесь есть разные вариации. Самое лучшее стоит. Это начало, да, у нас? Секунду. Просто так все лагает, когда вы смотрите. В общем, сначала я тебе расскажу. Сначала я придумала вот это. Точнее, это я просто нашла, сэмпл, да? Угу. Потом я подумала, типа, как-то очень грустно, хотя мне очень понравилась эта мелодия для моего нового трека, который я придумываю. Угу. А то я подумала, что это уже что-то более веселенькое. Но также у меня был вариант вот такой музыки. Я все никак не могла разобраться. Вот это тоже неплохой. Ну, я так, ну, я, наверное, оставлю... Так, тут у меня сейчас вот этот стоит. Я тут даже, зайчик, занималась этим. Чем? Когда ты сводишь. С видением? Да. Делать тише, кики, все такое. Ладно, ты готов? Надеюсь, тебе его очень понравится. Надеюсь, перкуссии есть. Смотри, у меня много перкуссий. Перкуссий. Да, да. Я. Прикорбис. Круто. Что я трек-мастер? А тут начинается взрыв. Ну, такая меланхоличная у тебя получилась. Да? А теперь давай послушаем, что было бы, если бы была более веселая мелодия. Все же совсем другое настроение. Ура, дискотека дома. Что же будет веселая песня? Ты классно, можешь эту песню ставить себе в видео. Круто, ребята, оцените мои таланты. Ладно, я, конечно, супер-мастер. И последний вариант, который изначально у меня была первая музыка, которую потом в итоге я переделала. Ну, такая грустная была. Ну, так прикольно. Правда? Да, только вот это у тебя... Это вот этот сэмпл грустный, нет? Вот этот? Послушай, это первый, который я сейчас включила. А, да, вот. Это то, что я первое сделала. Грустный, да, вот этот. А этот веселый. Грустный тебе больше понравился? У меня еще очень много вопросов. Вчера я пыталась обратиться к Славе за помощью, но он был очень занят. Он убивал этих. Кто они там? В Counter-Strike. Врагов. Да, врагов. А хочешь послушать, какие перкуссии я добавляла? И бочку, как я сделала. Смотрю, клэп. Держи, Ctrl. Вот эта бочка, это тоже перкуссия, и эта перкуссия. У меня их много, причем на одной дорожке у меня две разные перкуссии стоит. Ну, включи. Крутая. Бочка крутая, да. Да? Вот эта? Я ее синтетически создавала, я ее вырезала из уже готовой бочки, которая была не просто ровной, а типа... Ну, короче, разная была. Крутое стекло бьется? Обожаю перкуссии. Молодец. Нравится? Тебе еще много работы. Эй! Ну, в общем, вот, ребят, чем я вчера ночью занималась, вместо того, чтобы снимать новое видео, для вас монтировать его. Ну, извините, это меня вдохновляет, поэтому где-то часа два качались всякие штучки, сэмплы, так называемые, Слава их так называет, я не знаю, кто они. Вот так, все, закрываем проект и продолжаем собираться. Что я вам хотела рассказать? Я заказала камеру, наконец-таки. Сейчас я выпрямлю волосы, и потом я собираюсь выйти из дома. Во-первых, в магазин нужно кое-что купить. А конкретно масло оливковое, майонез, огурцы, помидоры, сухари панировочные. И я бы хотела сфоткаться на улице. Одна я это сделать не смогу, поэтому я пригласила Надю поехать со мной, потому что я знаю, что Надя сидит неделю дома, и я уверена, что она не больна. Вот так, поэтому я ей доверяю, и пойду вместе с ней гулять и дышать одним воздухом в машине. Но окно все равно буду открывать. Так что сейчас быстренько выпрямлюсь. Голова у меня чистейшая. Вчера мыла. Слава лежит, читает. Что читаешь? Изабель Граф. Высокая цена. Искусство между рынком и культурой знаменитости. Понятно. Я сегодня собираюсь прочитать несколько постов в Инстаграм. Всегда так радуюсь, когда собираюсь выйти на улицу в последнее время. Сегодня мы выйдем на улицу и посмотрим, как там. Я очень волнуюсь. А еще больше волнуюсь, потому что я буду снимать на огромную вот эту камеру, а не на маленькую. Вот. Еще завтра должны прислать подарочки от Kinzo. И... ВПШ свой мерч должны прислать. Очень жду. Интересно так посмотреть. Вчера мы смотрели перед сном фильм «Тысяча слов». Сяди Мёрфи. Отличный фильм. Просто отличный. А еще у меня кое-какая косметика закончилась, которая мне очень необходима. Конкретно корректор от MAC. Целых две штуки корректора от MAC у меня закончились. Вот этот. Видите, там ничего нет практически вообще. И... И вот этот. Итак, я уже в машине. Такой у меня гангст-стиль. У меня есть дезинфекция. Я нажала кнопку в лифте. Так, сейчас поедем за Надей. Сзади фон лежит. Я ее отрезала кусочек, чтобы она могла дома кайфовать, фоткаться тоже с фоном. Я оделась легко достаточно. Один градус всего, а я вообще голенькая практически. Это было глупо. Это было очень глупо. Шапку зато надела. Такая молодец. Ребята, я вышла на улицу. Нужно кое-куда съездить. И хотела сказать вам, что я снимаю влог. Поэтому пишите, пожалуйста, сюда, какие темы вы хотите, чтобы я обсудила. Вопросы можете задавать, чтобы влог был интересный. Вот. Я слышала, что закрываются все спортивные клубы. Эти. Ну, тренажер. Что по кайфу. Я думаю, что это правильно, потому что, мне кажется, именно в зале куча людей, которые дышат постоянно друг на друга. Чихают. Нафиг все это дело. Открываем щелок. Блин, как же круто. Как будто бы я две недели не сидела за рулем. Очень офигенно. Я прям такая счастливая. Это так странно. Вот серьезно. Пока тебя не посадят дома и не скажут тебе, что нельзя выходить на улицу, ты не хочешь выходить на улицу. А как только тебе говорят, что нельзя, ты сразу этого хочешь. Мне кажется, это вообще во многом такая фигня. Это типа, знаете, если вам скажут, что нельзя есть ложкой, только вилкой, тебе захочется именно ложкой. Я бы очень хотела съездить купить косметику в МАК, но я так переживаю ехать в торговый центр. У меня же были сомнения по поводу зараженных, заболевших, у кого вирус. То, что их типа так мало, странно как-то. Но я не знаю, мне хочется верить, что это правда. Мне хочется верить, что их там не больше 500 человек, типа, знаете. Ну, надеюсь. Я думаю, что, наверное, мне хочется так думать, что если бы была какая-то жесть и было бы много заболевших, то наверняка бы уж нам сказали. Вряд ли бы такие вещи от нас скрывали. Просто от того, что мы все спокойно ходим по улице, я смотрю так в окно, знаете, когда дома сижу несколько дней. Прям так спокойно все живут, вообще как будто ничего не произошло, ничего не случилось. А вообще хочу отдать должное многим блогерам, которые сидят дома, которые не ходят, не гуляют, не летают. Вот им прям большое спасибо и уважение. И для меня, на самом деле, многие блогеры в этот момент показали себя с другой стороны. Со стороны, которую, наверное, я не уважаю. Типа, знаете, ради своих нужд, ради своих кайфушек готовы пожертвовать просто, можно сказать, человечеством. Типа, знаете, такие истории со спортом, никто не отменял. Конечно, всего-то, блин, угроза всему человечеству. Нормально, спорт люблю. С другой стороны, чего нельзя спортом дома заниматься. Вот, сейчас будем с Надей болтать. Надя вообще на нервах вся, ее бесит все. Она говорит, хоть бы на учебу, скорее бы на учебу. Потому что все закрылись, дома сидят. Вот, конечно, и не погуляешь ни с кем. Так вот, я же сказала про Надю, что поскольку она сидела дома на карантине, я ей доверяю. Не терпится, скорее, чтобы мне камеру привезли мою новую завтра. Кстати, еще смотрела влог Карины. И она там говорит, типа, какой-то дебилой переходит дорогу на непищеходный переход. Ненавижу дебилов. Так вот, она сказала, что она, ну, я так своими словами скажу, типа, она не очень рада, что она взяла Mark III фотоаппарат. Ну, она там перепутала, она сказала, Mark II не берите, берите Mark I. Но на самом деле она имела в виду другое, потому что Mark I ни у нее, ни у меня не был. У нас обеих были Mark II и мой Mark II, который сломался, Canon G7, 7X, вот этот, который. Вот, она взяла себе третий Mark, и вот он ей не нравится. Он стоит на 20 тысяч дороже того, который я вчера себе заказала. А заказала я себе то же самое, что у меня и было. Ну и вот, я просто к чему, что я еще переживала, сомневалась, думала, блин, а вдруг надо все-таки получше, поновее взять Mark III. Там есть разница, я посмотрела в интернете, есть отличия в качестве. 4К снимает, типа, потом я сравнила влоги Карины и мои влоги. Разницы нет никакой. Скоро я поеду на дачу, Карина там уже тусит. Я тоже скоро поеду, я просто не хотела ехать на дачу в плохую погоду, потому что не вижу в этом смысла. Я лучше дома разберусь со своими делами, и потом в кайфовую погоду поеду на дачу. Будем там тусить, кайфовать, отдыхать, влоги снимать, фоткаться, тиктоки снимать. Не знаю, на сколько дней я поеду, но, скорее всего, на ночь и две я точно туда поеду. Может, на три, не знаю, как карта ляжет. Так люблю смотреть на нарушителей правил дорожного движения. Кайфую прям. Всегда думаю, господи. Почему в такие моменты нет вот какого-нибудь уважаемого полицейского, который бы их за жопу схватил? Вот, хочу я на дачу, это правда. И больше всего даже хочу на дачу из-за Вивьены, чтобы она погуляла, покайфовала, потому что она тоже сходит с ума. Так вот, стоим тут и ждем Надю. Не знаю, куда мы поедем, но я думаю, съездить куда-нибудь, типа, на Таганскую, потому что там есть улочки такие красивые, где можно тоже пофоткаться. А еще у меня безумно грязная машина, но чтобы ее помыть, мне нужно заехать в торговый центр. Страшно, пипец. Мне прям очень надо в торговый центр из-за косметики тоже. И еще чистящие палочки мне нужны для моего этого товарища. Вот, это пипец. Столько всего надо. Большинство людей все-таки сидит дома, убирается, разбирает вещи, наводит дома порядок, делает то, на что обычно не было времени. Мне кажется, что иногда все-таки такой какой-то, знаете, карантин, самоизоляция, она тоже нужна, чтобы потом, дай бог, когда все станет хорошо, с новыми красками, с новым настроением войти в этот мир, назовем это так. Потому что я безумно очень сильно, я не знаю даже, как выразить свое ожидание, чудо, ожидание того, когда все закончится и все станет спокойно. Очень жду этот момент. Чувствую, что с такой энергией, с такой силой я ворвусь в активную жизнь. Мне так этого хочется. Вот пока, вот знаете, это как пока ты не упадешь, ты не сможешь подняться еще выше, потому что ты не чувствовал вот этого падения. Так же, как пока тебя не закроют, ты не сможешь быть суперактивным. Вот и Надя. Привет, нифига ты. Этот. Я не буду с тобой отсыловаться. Руки давай, дезинфекция. Слушай, не надо меня вот эти, у меня есть свой. Покажи. Специально для врачей. Специально для врачей у тебя есть, а что ты не заделилась? У меня 3,5 литра специального, который при операциях использует. Ты меня просила, но я сюда перевела просто. Обычно. Давай. У меня тут даже маска есть. Охренеть. Конечно, блядь. Одна, две? Хочешь, поднимусь возьму? А маска нас спасет? Нет. Блин, а есть автоцепки? Господи, тебя спасет только, если ты не будешь облизывать ему рот. Человеку, который болеет. То есть ты думаешь, что он чихнет на меня и мне зараза в рот не попадет? Ну ты не открывай его. Она тебе в глаза может. Ну? Ну как же? Юля, хватит. Ладно, ты за новостями не следишь. У меня паника. Ты мне обещала, что никто не заболеет. В смысле? Ну или когда ты там что-то там говорила, что все фигня, все будет нормально в каком-то влоге. Я говорю, ладно, Надя меня успокоила, все будет нормально. Ну а кто-то у тебя умер? Слава богу, нет. Не заболел? Нет. Ну а я хочу во Францию. Ай, извините, а мы не хотим. Бедный не болеет, Юля. Чем занимаешься на карантине? На изоляции? Я смотрю инстаграм. На ютубчик. Да ничего они делают. Ну я, кстати, уборку растягиваю на 4 дня. Хотя могу сделать это вообще за один день, мне кажется. Но из-за того, что мне делать тоже нечего, я растягиваю уборку на несколько дней и все остальное. Ужас, ужас, ужас. Да. Чего тебе не хватает? С карантином, с этим. Мне не хватает адекватности. Я хочу уходить на учебу, а не сидеть дома. Да, я тоже вижу. Хочу не сидеть дома, а не на учебу уходить. С другой стороны, зато потом с каким кайфом и энтузиазмом мы выйдем? Я уже хочу скорее заболеть, а то переболеть. Вот реально. Ужас, да ты гонишь. А что мне гнать? Ну блин, ну что со мной будет? Ну полежу я с температурой 40. Покашляю. Типа что, не болела что ли уже так? Блин, у меня была когда пневмония, у меня температура 41 и градусник сломался в этот момент. Это еще не точно, что была 41. Пипец. Ну вряд ли, конечно, выше, но градусник, короче, сломался. И что? Я тут. Вот так, видали? Какая у меня подруга. Все преодолеет. Ну, понятно. Мне просто интересно узнать твое мнение, учитывая, что ты еще и как бы на врача учишься, все такое, такая, ну, и всегда все знаешь. Как мое мнение? Типа ты думаешь, что это все прям фигня? Ну, типа... Ну, это не фигня, это, короче, просто спланированная политическая фигня, которая направлена на убыль населения, такую полуестественную. Умирают в основном старики и люди, которые болеют какими-то серьезными заболеваниями. Как сказать, зачистка? Типа ВИЧа, ну, типа... Другие люди, ну, заразятся, но переболеют. Но, как бы, ничего серьезного прям такого не будет. Ну, по сути, да. По сути, просто уменьшится намного количество людей. А вот люди развлекаются, например. Ну, а что еще поделать? Змея попускать бы. Ребята пускают змея, и он у них запутался в дереве. Не пойду им помогать. Кто знает, где они гуляли? Ну, я... Знаешь, что меня больше всего пугает? Нет, если я заболею, но, скорее всего, много кто переболеет. Там какая-то была статистика приведена, я читала, что к концу этой эпидемии должны переболеть... 80%? Да, 70-80% населения. Как бы, ну, это дофига. Ну, слушай, учитывая, что говорят, что фиг знает, когда это закончится, только к концу года начнут что-то там тестируют какие-то вакцины. Нет, уже тестируют вакцины. Ну, тестируют, но, типа, это будет очень долго. И, в любом случае, на всех же сразу ты их не используешь, эти вакцины. Поэтому я гипотетически, ну, подозреваю, что, не дай бог, конечно, но мне тоже кажется, что дофига кто переболеет из тех самых смелых, которые выпендриваются, гуляют. Да даже, в принципе, из тех, кто дома сидит, как я. Слушай, типа, то, что ты сидишь дома, вот, я, например, не могу дома сидеть, я обязательно куда-нибудь хожу в парк. Ну, не ходить там куда-то по торговым центрам, окей, это правильно, я считаю. Да. Но вообще сидеть дома, это тоже ненормально. Есть еще такие люди, которые закрывают окна, вообще не ходят. Не, мы прям проветриваем. Да, ну, это вообще неправильно, типа. Ну, да. От того, что ты выйдешь на улицу и погуляешь по парку, тебя же никто не заставляет ходить там рядом с подозрительными лицами. А вообще, есть же такая фигня, что этот вирус, типа, держится еще на материалах каких-то металей, сколько-то дней еще на чем-то. Метал, пластик, но... Это, считай, он в магазин зашел, на банку с консервами плюнул, чихнул. Ну, я, кстати, когда приношу что-то из магазина, я просто мою, притираю салфетками с этим средством, дезодицы, в общем, и все. Ну, вот надо тоже что-то делать. Потому что, по сути, от того, что все моют руки, брызгают антисепт, ты потом берешь что-то из магазина и... Ну, да. Вот меня что, бесят? Меня бесят то, что все люди резко стали антисептиками, этими пользуются. Это просто... Вот идешь, они вот так вот брызгают, блядь, куда еще побрызгать? Ну, на самом деле, я не пользовалась. Я руки на самом... Я часто руки мою в повседневной жизни, просто всегда. Нет, это понятно, да, но... Плюс еще из-за того, что собака и... Ну, типа, ее какашки-пиписьки убрать, да и просто всегда, когда прихожу домой, я очень часто мою руки... После туалета всегда, ну, то есть... Ну, да, когда приходишь домой, типа, приходишь, тебе надо пойти в туалет. Один раз моешь перед туалетом. Да, да, да. Перед туалетом тоже надо мою. Я тоже мою, кстати. Я еще иногда думаю, господи, зачем я мою руки перед туалетом? Ну, блин, ты че? Ну, по сути, да. Это же ужас. Ну, да. Вот. Перед туалетом, после. И в течение дня, вот, ты че-нибудь делаешь, я не знаю, у меня... Меня даже бесит, когда руки вспотеют. Мне кажется, что они грязные. Я иду хмыть, но это, конечно, уже болезнью попахивает, но, по сути... Ну, ну, просто... Почему бы и нет? Вот антисептиками я никогда так очень пользовалась. Они, по сути, очень сильно портят микрофлору, и от того, что ими постоянно пользуешься, возможно, это даже еще... Да ладно, сохнут, это еще хуже, потому что, да, нормальные бактерии, которые защищают тебя, ну, в общем, это может быть щеревато. Я просто пользуюсь, потому что я всегда ими пользовалась, по сути, ну, ты там на учебу приходишь, когда где-то висит антисептик бесплатный, вот так, обязательно им надо. Прикольно, ну, конечно, у вас там есть такое. Да, ну, и плюс мы там в перчатках ходим, от них тоже, типа, ничего хорошего, сохнут руки и все такое. Как бы я к этому привыкшая, мне уже нас врач, в принципе. А так, я просто смотрю все, просто все ходят с антисептиком. Да, сейчас все такие... Нет, просто, ну, типа, в мире есть еще много заболеваний, которые до сих пор, там, существуют. Ну, слушай, они же так не передаются с невероятной скоростью, все-таки. Блин. Если бы такое было, мы бы, наверняка, знали. Ну, ты знаешь, если бы тоже какая-то эта пандемия началась, было какого-то другого заболевания. Ну, это просто вирусные, да, они там, типа, быстро передаются через чихание и прочее херня. Ну, Лан, тот же туберкулез. Блин, сколько туберкулезных. Ну, Лан, ты там, допустим, не ездишь в метро. Да. А многие люди каждый день там ездят на учебу, на работу, в метро. И, ну, типа, они даже не представляют, сколько рядом с ними может там в вагоне находиться людей, у которых открытая форма туберкулеза. И их, по сути, это не волнует. Ты не опугайся. А как он передается? Точно так же. Как обычно... Пипец. А чем он жестче обычного кашля? Туберкулез? Да. Смерть, например, через какое-то время. Ты меня пугаешь. В смысле? Просто пугаешься. Всякой информации, деловой. Ну, если его не лечить, типа, в легких образуются... А, типа, дышать не сможешь там это. Кальцинаты. Ну, в общем, грубо говоря, это постоянное воспаление. А, кстати, я телефон прихватила розовый. Ну, я пока только розовый, потому что он ближе всех был. А я уже дурела дома сидеть. Готовлю как сумасшедшая. Это просто нереально. Не могу. Вот реально хочется хотя бы в парк пойти гулять. Это ненормально. Но учитывая, что погода так себе. Да нет, нормальная погода. Наоборот, сейчас погода очень благоволит прогулкам, потому что... Не жарко, типа. Потому что... Нет, в жаре он тоже погибает. Было бы очень жарко, было бы классно. Было бы очень холодно, тоже классно. А когда будет такая фигня, типа, 15-20... Это, ну, типа, такая более благоприятная среда для их... Для их оседания, для их существования. Нифига. Ты имеешь в виду, прям вот так вот посадить? Ну да, типа, официально. Только продукты, банк, еще что-то там работает. Но сейчас, по сути, у нас много чего закрылось. У нас закрылись все... Кинотеатры, фитнес. Да, закрываются потихоньку рестораны. То есть очень мало работает ресторанов сейчас. Ага, но все равно не хожу. Торговые центры только работают. Ну, не знаю. Типа, я думаю, их тоже, скорее всего, закроют уже скоро. Блин, мы все-таки поехали. На работу, что-то хочется. Да, у меня закончилось кое-что из косметики. Меня это безумно бесит, потому что... Ну, я же дома крашусь, все равно для видосов. У них, кстати, доставка. Они сейчас все сделали, бесплатную доставку. То есть ты можешь заказать. Да ладно. Да. Типа, Мак, например, косметику, да. Я думаю, что у них, да, есть доставка. Прикольно. Просто минус в том, что ты можешь там не посмотреть какие-то цвета. Но если ты знаешь, что тебе нужно, это вообще не заходится. Да, да. Вот. Как бы, короче, такая фигня. Опять же, у них такой карантин. Ну, у нас тоже, по сути, мало кто ходит сейчас на работу. Все практически работают по удаленке. Мне кажется, что вот люди, которые ходят, они просто ходят, там развлекаются, отдыхают. Ну, да. Потому что сейчас реально очень мало кто ходит на работу. Мало кто учится. Да, никто не учится. Школьник вообще. Ну, меня бесит, что от того, что всех посадили на такой карантин, на удаленку эту, все равно все выходят, гуляют, собираются в компании. Ну, невозможно сидеть, понимаешь. Даже ту же Италию показывают, они там все ходят гулять. Кстати, в Америке, ну, у меня знакомая там написала то, что у них, ну, то, что показывают вот эти видосы, то, что люди стоят там на улице в магазины. Это все сделано не потому, что у них там ничего нет и не пускают в магазины, а делают специальную очередь и пускают по, ну, там... Пять человек. Ну, да, пять-десять человек, чтобы они просто не соприкасались друг с другом. А на улице они стоят, потому что на улице гораздо меньше вероятность заразиться. И точно так же они ходят гулять, им можно выйти погулять там, он ходит с ребенком, гуляет, бегает в парке. Вот единственное, закрыты просто торговые центры и рестораны. Ну, как бы без этого можно прожить, я считаю. Ну, да. Ну, кстати, говорят, что, скорее всего, я не знаю, как с работами будут обстоять дела, а карантин для учащихся, скорее всего, продлится вообще до конца учебного года. То есть до лета, до сентября, до следующего года. Офигеть. Ждем. Ну, на самом деле это сумасшествие, я ни разу вообще не рада, я ненавижу сидеть дома, и я лучше бы я хотела на учебу. Меня это не напрягало. Мне больше напрягает дома сидеть. У тебя будешь? Я буду картошку маленькую, шесть чикен-мак-наггетсов острых, сырный, кисло-сладкий и кофе, и все. А тебе сколько кисло-сладких? Один, и один сырный. Три кисло-сладких соуса, два сырных соуса, а кола какую у тебя? Обычная. Большую? Средняя. Среднюю колу, маленькую картошку фри, и давайте еще среднюю картошку фри. Ага, все. Капучино маленький, вам подарок тебе будете брать? Не-не, спасибо. Капучино предлагают бесплатный в Макдональдсе, а ты знаешь, насколько это говно, что даже бесплатный брать не хочешь. И, кстати, менты сейчас... Слушай, ты имеешь в виду уважаемые органы? Да. Уважаемые ваши органы? Уважаемые наши органы внутренних дел, они, короче, сейчас ловят больше тех людей, которые определены были по камерам и ловят, короче, всех этих людей. Да. Это считается, что я с изоляции вышла? Ну да. Я же, по сути, ни с кем не контактирую. Ну... Вот, например, в Макдональдсе, да. Согласись? Ну, не знаю. Вот сейчас он мне еду, да? Вы находитесь на безопасном расстоянии. Здравствуйте. Здрасте. Спасибо. Спасибо, заказ принесли. В перчатках. Они все в перчатках. Все равно тачку чинить надо. Все норм, не царапины. Дезинфекция. Так, ну что, можно работать? Знаешь, к хирургу спрашивают? Блин, мне так революция одного мематика. Там, типа, ну, анализ, результаты анализа. Типа, там, гепатит. А, гепатит В, гепатит С, ВИЧ, все положительное. И это, коронавирус отрицательный. И там такой, yes. Это мемчик, типа? Да. У нас так мало соусов. Сколько? Обманулись, суки? Да. Сколько? Говори быстрее. Два сырных и один кислот. Я не могу чикины без кисло-фладки есть. Я тебе отдам. Да? Спасибо. Просто вот вышла из дома. Сидела почти неделю. Вообще не выходила. Хотела макдональдса поесть раз в жизни. И мне не положили кисло-фладки с нормальных соусов. Творюги с саней. Я очень зла. Они нам просто такой ужин обосрали. Я очень зла. В натуре это очень жестко было. Это прям больно, обидно. А, подожди, мы же хотели с тобой в город поехать. Так, мы приехали в ТЦ. У меня же еще аллергия. О, кстати, мне нужно от аллергии купить лекарства. У меня же аллергия, я чихаю тут сумасшедшая. Но из-за того, что я сейчас пью лекарства, я не чихаю. Но в целом, блин, холодный такой, не могу. Ух ты. У меня вообще холодный. Да, я еще только делаюсь, вообще, блядь, сголая вся. Мусор есть. Простите, а можно выкинуть у вас, попросить? Так, нет. Ага, спасибо большое. Так, сейчас идем в этот. Аригош. Потому что мне нужно кое-что из косметики. Блин, с этой камеры, конечно, очень жестко снимать. С маленькой еще понятно. Ну ладно, если что, я веду прямой репортаж. А для болевцев хватит, конечно. Так, мне нужен этот. Я даже не знаю, какие бренды смотреть. Мне нужен корректор от прыщей. Мне нужен корректор, который выкручивается. Смейшбокс. Ну давай смотреть. Вот, типа такого. Попробуем замазать капилляр. Мне надо, чтобы он, типа, засыхал прям, и вообще прощение было. Ну он беленький, в принципе, да? Вообще пипец какой. Что-то, по-моему, вообще фиговый. Хотя вроде замазил. Вот, надо на вид. Ты можешь взять вообще какой-нибудь в подружке. Такой. Да. Почему? Ну, блин, на время карантина тебе не важно, чем мазаться, по сути. Ну, ну почему, если я сейчас что-то найду нормальное? Можно чем-то покупать? Ну, а что? Какая-то фигня. Ну, это легкие, видишь, обычно в таких упаковочках. Морщины, морщины. Даже не маскирующие, а высветляющие просто под глаза. Ой, что-то я снимаю и не тонула. Потолок. Так. Можно от вас фарферс взять и вливать? В принципе... О, пудру, может и пудру заодно взять? Молодой, что, потерять ими пользуюсь сейчас. Мой самый светлый. Мой один. Такой темный. Это тоже, наверное, легкий какой-то. Ну, мне нужен один такой, а другой плотный. Плотный. А где? Где-то желтит. А светей нет, интересно. А ты для чего это? Под глаза хочешь? Ну, да, под глаза. Точечные, знаешь, типа прыщики. А, кстати, вот профессионально. Вот эти, наверное, будут хорошо, да. Смотри, какие светлые. Да, для кровати. Еще и вся эта скидка. Сколько? Десять. Хорошо, извините, мы просто на YouTube снимаем. Ладно, нельзя. Так, теперь мы пришли в подружку. Буду брать вот эту фигню. Кое-что купила в Ривдош. Потом дома покажу вам. Народу, как вы видите, не очень много. Что мне тут надо-то вообще? Вообще-то... Тут тоже, кстати, нет антисертиков. А, их нигде нет. Классно, люблю миниатюрки такие. Иногда здесь беру резиночки. Такие мне нравятся. Ух ты, скрытым к маусам. Можно взять татуировки. Или вот такие блестки на лицо. Только я всегда не умею их клеить. Не знаю, что нужно сделать, чтобы их наклеить. Можно ногти купить, когда мои отвалятся, делать, чтобы с дома не выходить. Все, я уже все распланировала. О, кисточки. Вот я как раз хотела кисточку посмотреть. Но я хочу ее потрогать. В общем, то есть, что я взяла? Я что, кисть купила? Забыла, что я взяла. Да, я кисть купила. Покиньте кисточку и это, то, что я вам показывала. CarMax. Что ж, я рада покупке корректора. Посмотрим, насколько он хорош. Но по его плотности могу сказать, что он был хорош. А еще плюс того, что я разбила фотоаппарат, у меня, получается, будет дополнительный аккумулятор и зарядное устройство. И что тебе? Выгода. Вот это выгода. Я сошла с ума на карантине. Я вчера озвучила Вивену. Слава в комнате сидела. Я, точнее, Вива сама кричала. Вот так. Я говорю, не успокойся, сейчас он придет. Она все продолжала и продолжала. Интересно, на какой день появляются признаки заболевания? Дни пять. Нифига. Это от этого дня, когда я вышла на улицу, мне надо в дни пять не видеться с родными. Купила оскорбинку. Будут покупать и покупать. Покупать и покупать. Допнись. Можно оплатить и подождать. Клиентский, так называемый. Так, ну вот, помыли машину, наконец-таки. Какая чистенькая. Вот, видите, какие царапины. Красота. Самый кайф, что все чисто, весь мусор выкинули. И пахнет миногрудом. Сейчас я тут немножко постою, прогреваю машину, лишь ненавижу ездить в холод. Вот так. Руль, обогрев всего. Короче, сейчас я отвезу Надю, потом я заеду в магаз, как и хотела. Купить ему телефон. Багажник мой выкинули? А если нет? Все, они его выкинули. Проверишь? Да. Это важно. На данный момент это очень важно. Да нет, я думаю, вряд ли они его выкинули. Он уже резиночкой был. Я не знаю. Ты гонишь. Короче, выкинули фон. Ну, я могу тебе еще отрезать. Только не сегодня он тогда. Ну, спроси, но я думаю, он грязный, либо в мусорке скомканный. Так. Это. Ха, пипец. Э, дверь. Короче, у нас в машине, ну, вы видели, фон лежал. Они его выкинули, походу. Потому что я им сказала, весь мусор выкинуть. Но я подчеркнула только одно. Не выкидывать воду. Про фон я ничего не сказала, но мне казалось, что это логично и понятно. Он не выглядел как мусор. Я его спасала. О, нифига. Они его просто вынули, потому что он мешал. Они мне вот это. Ну, ладно, заберу. Сейчас. Короче, они мне отдали ключи с вот такой штукой. Что это? Они должны были это забрать. Это их штучка. Ну, это за фон месть. Круто. И что они сказали? Я говорю, а вы фон не выкинули в рулоне? Ага. Они такие, что? И тут мужик такой бежит, такой, а ты вы за этим пришли? У меня был стресс, девочки. А ты успела. Я. Настолько сильно Надя хочет фоткаться на карантине. Но если бы они его выкинули, я бы завтра к тебе в 9 часов утра приехала. Ага, конечно. Вот так вот звонила. Я сегодня уже курьер в 10 утра звонил. Ничего страшного. Названивал мне. Прикинь, так интересно. Вот бывают такие, что ты заказываешь с интернет-магазина, еще что-то. Они тебе один раз позвонили, ты не ответил, и все, они тебе уже не звонят. А ты ждешь такой, думаешь, ну перезвонят, не перезвонят, заново заявку оформляешь. А тут я вчера фотик заказала-то, мне его должны привезти завтра. Угу. И он мне 6 раз звонил, 6 раз. Начал звонить с 10 утра. Твою мать, а у меня же все звонки, которые играют, для меня это будильник, который я выключаю, понимаешь? В итоге я взяла в 11, по-моему, с чем-то. Ужас. Я вообще не понимала, о чем он говорит. Я сказала, только, пожалуйста, это курьер, пусть завтра не с самого утра приезжает. Он говорит, да-да, но вам курьер утром позвонит, чтобы время с вами договориться. Не надо мне звонить. Самое тупое, что вот мне, типа, я говорю, да, завтра доставка на этот день, с этого времени по это время. И меня больше всего бесит, что если они мне один раз не дозвонились, я им потом, например, звоню через час и говорю, здравствуй, а сегодня доставку ожидать. И знаете, что они говорят? Я не могу сказать. Вы уже отказались. Вы, типа, не подняли трубку, я уже уехала. Я говорю, в смысле, твою мать? Я на сегодняшний день заказала доставку. Мне сегодня надо. У меня такое сто раз было. Вот когда надо, они не звонят. Они не приезжают. Мне просто бесит, нахрена мне звонить, если я заказала доставку на определенный день. В определенное время. Но они, наверное, были рядом, типа. Не, обычно, если я... Ну, звони сразу в дверь, я тебя открою. Если ты курьер, это не касается всех. Что, вонючки? В общем, ладно, я везу Надю, потом за продуктами и домой. Нормально смс? Конечно, нормально. Ну-ка, поверни экран. Нормально. Итак, что я купила в магазине? Начнем вот с этого. С близко-соединения. Картошка. Когда Слава увидел, он очень обрадовался. Теперь у нас, помимо макарон и гречки, еще будет картошка. Кстати, знаешь, о чем я подумала? И немытая посуда. Ну, мог бы и заняться этим, между прочим. Короче, я подумала вот о чем. У нас есть макароны и сыр, который можно натереть. Давай сварим макароны, потом бросим их жарить, и я туда буду сыр вот так вот. Потом они будут плавиться. А как же картошка? Ну, нет, я сегодня ничего готовить не буду. Я вчера готовила, надо это доесть. Так, я взяла помидоры, огурцы, сникерцы, сырки, майонез и лук такой вот. И еще сырочки. Вот. Майонеза еще немножко. Я взяла сухари для панировки и кусочек масла. Объясни людям, что это? Лук желтый, это красный. Еще сникерцы. Вот такие сосательные конфетки, я их просто обожаю, они очень вкусные, просто безумно вкусные. И еще сырок. Вот такие штучки, кто вспомнит влоги с дачи, то вы вспомнили. И еще корей, чипсы. Отлично подходят к вину. Эти тоже. Немножко карамелек бонпаришных. Еще вот такое. Еще огурцов. Два масла оливковых, потому что мы салаты постоянно едим. Сок апельсиновый. И кажется, что все. Вот. Ну, я взяла такое. Знаете, то, что нам нужно было, учитывая, что у нас и так куча продуктов. Замороженный курицем миллион. Надеюсь, что она разморозилась. Сюда пакетики сложим мы. И начнем раскладывать в холодильник. Вот. Беконовых чипсов не было. Сейчас мы все это разложим. Вот. А еще я купила, наконец-то, майонез для салата, который я очень хочу поесть. Надеюсь, ты тоже его оценешь. Куда нужно морковку, капусту натереть. Будет гадать. Лук мы просто обожарим. Мы его возьмем, пожарим. Так. Майонезы. Эти тоже можно накинуть. И... Масло. Так, масло, масло. Кстати, у нас столько молока, что можно с дуба рукнуть. Так, блин. Ой, твою мать. Надо сюда тоже. Так. Еще одну. Сырки. Теперь давайте посмотрим, что же я купила. Не в продуктовом, а в рифгош, подружка и всякая такая фигня. Ну, во-первых, я взяла себе вот такую кисточку. Я хотела найти кисточку, которая будет более твердая, чтобы мне рисовать себе нос. Тени на носу делать. Сейчас потрогаю ее в первый раз. Насколько она твердая вообще и подходит мне. Поскольку там я этого сделать не могла. Но она, по-моему... По-моему, она лучше, чем моя. Да, неплохая. Такой вот у нее ворост. Тут натуральный и не натуральный. Перемешка. Что дальше? Взяла вот это от Make Up For Ever. Это то, что мне очень понравилось. На том моменте сказали не снимать больше в магазине, потому что, типа, нельзя. Это офигенский консилер, который... Да, консилер. Офигенский консилер, достаточно плотный. Я, когда его попробовала на руке, я очень удивилась, потому что как будто бы такого в жизни своей еще не встречала. На чем бы вам показать? Вот здесь его плотность. Ну, допустим, вот видите, у меня тут красная точка. Это этот капилляр. У меня их дофига. Из-за того, что кожа прозрачная. Тонкая. Видали? Да, ее все еще видно, но по плотности могу сказать, что он очень плотный. Ну, в смысле, я осталась довольна этой штучкой. Я взяла вот такое. Пшикалки. Эти. Термальную водичку. Потому что сказано, чтобы влажность была хорошая в доме и вообще проветривайте помещение. Взяла вот это, вот я вам показывала. Очень нравятся такие штуки. И пудру взяла. Потому что у меня там чуть-чуть осталось. Взяла просто новую, такую же, как я люблю. Хотя я пудрой редко пользуюсь, но, по крайней мере, я перестала пользоваться вот такими штуками. Я кисточкой вот так вот делаю легонько, просто чтобы как бы блеск убрать. Ну, и все. Все. Это все, что я взяла. В принципе, я довольна своими покупочками. Сколько я потратила, вы такие спросили. Термальная вода, 199 рублей одна штука. 1299 рублей стоила вот эта фигня от Make Up For Ever. У меня цвет 20. В оттеночке 20. Светлий достаточно. Пудра 993. Итого 4104. Вот так. А это у нас... А, это не то. Это аптека. Да, я в аптеке еще купила себе Эриус от аллергии. И... Аскорбинки. А, еще я взяла себе лезвие. У меня часто спрашивают, типа, нафига тебе вообще бритва, нафига ты покупаешь лезвие. Потому что, когда я делаю какие-то распаковочки, где-то видно лезвие и все такое. Ну, несмотря на то, что я делаю лазерную эпиляцию, волосы-то все равно растут. Просто они растут очень редко, очень мало. Ну, типа, я могу... Ну, я не буду уже вам рассказывать какие-то подробности, сколько раз, когда я бреюсь. Но редко. Но просто, чтобы было дома, еще непонятно вообще, что будет. Вдруг все закроют. Я не смогу сделать себе лазерную эпиляцию. А если пропускаешь, то потом начинается все не очень хорошо. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Ну, в общем, результат уходит. Что делать? Я вообще-то думала сегодня убираться, продолжить. Потому что я так и не доубиралась. Я убралась, получается, только в двух комнатах. Здесь и где мы спим. Но в любом случае, еще много всего. Я хотела еще люстру помыть. Нужно постирать шторы вот здесь. Я пью чай горячий. Надеюсь, что он уничтожит вероятные бактерии, которые я сегодня проглотила, находясь в обществе. У меня вот такая классная кружка. Кайфую. Дома сейчас 22.41. Времени 10 часов 41 минута. Вот и новость. Российские врачи присоединились к флешмобу своих зарубежных коллег. Просят всех оставаться дома, чтобы избежать заражения коронавируса и снизить нагрузку на медицинские учреждения. Я считаю, что это хорошая тема остаться дома и снизить нагрузку. Все, что я прочитала, я считаю, что это правильно. Наверное, сяду сейчас за монтаж этого видоса, чтобы завтра он вышел как можно раньше. И безумно жду, когда привезут камеру мне мою, посмотреть на нее, отдать деньги. Эх, как же грустно. Очень грустно. Интересно, вдруг ее можно починить. Но она очень жестко разбилась. В общем, буду, наверное, сейчас сидеть, монтировать видос. Вообще, он достаточно долгий получился. И если я начну убираться, то я начну как бы снимать следующее видео. Поэтому, если что, смотрите следующее видео. И скоро я поеду на дачу. Я уже решила, как потеплее. Думаю, это будет как раз четверг где-то, вот что-то такое. Поэтому будут влоги также с дачи. Ну и спасибо большое всем, кто смотрел это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Надеюсь, что было интересно. Надеюсь, что скрасило ваш домашний вечерок. Будьте счастливы, здоровы, не болейте. Оставляйте комментарии. Я все читаю с удовольствием. Отвечаю даже. Ставлю лайки, конечно же. Ну и подпишитесь на меня в моих соцсетях. Всем пока.